Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о своих любимых блюдах русской кухни. Это будут сладкие блюда. Первое блюдо – вареники. Это самое первое лакомство, которое я научилась готовить ещё в школе, на уроках труда. В Украине я была трижды, но вареники я попробовала только последний раз, когда была во Львове. Оказывается, если обмакнуть их в растопленное сливочное масло, будет гораздо вкуснее. Блины. Блины, как мне кажется, любят все. В детстве моя бабушка пекла толстые блины на кефире. Французы любят тонкие блины, и они мне тоже нравятся. Тонкие блины я научилась печь сравнительно недавно. Оказывается, это не так-то и легко. Оладьи. Я люблю оладьи и со сметаной, и с вареньем. Вкусные оладьи я научилась печь на кулинарных курсах. Там мы пекли оладьи и сладкие, и с добавлением овощей. Торт Наполеон. Обожаю его. В детстве я всегда просила маму приготовить именно этот торт, но она была занята и готовила мне его только на день рождения. Поэтому мне пришлось научиться печь его самой. Заварной крем, мне кажется, самый вкусный крем в мире. Я добавляю в него черничное варенье. Но не всем нравится фиолетовый крем. Например, для французов очень важную роль играет внешний вид блюда. И если оно им не нравится на внешний вид, то они его даже не попробуют. Русские люди более просты в этом плане. Им главное, чтобы было вкусно. Исключение, если они готовят блюда для гостей. Шарлотка. Это первый пирог, который я научилась печь. Точнее, меня научила моя двоюродная сестра. В детстве мы очень много времени проводили у бабушки в деревне. Там было много яблок, и это было наше основное лакомство. Когда я жила в Африке, у меня не было духового шкафа, духовки. А я очень люблю готовить выпечку. Но у меня была вафельница, и шарлотку я готовила именно в ней. Мои французские родственники также полюбили шарлотку. Только они просили приготовить вафли с яблоками. Это было всё на сегодня. Надеюсь, это видео вам понравилось. Спасибо, что досмотрели его до конца. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok